Здравствуйте, меня зовут Шмелева Ксения, я являюсь ветеринарным врачом-терапевтом сити-клиника Таная города Иваново. Сегодня тему, которую я хотела бы с вами обсудить, она называется скорая ветеринарная помощь. Наверное, все мы понимаем, почему она называется именно скорая ветеринарная помощь. Это помощь, которая должна быть оказана в самые кратчайшие сроки. Это визит к врачу, который не требует каких-то отлагательств, потому что время на оказание этой помощи может быть резко ограничено. В ветеринарной медицине, точно так же, как и в гуманной медицине. Для того, чтобы понять, сколько времени у нас есть на оказание этой помощи, существует такое понятие, как триаж. Триаж – это распределение больных и пострадавших на группы с целью того, чтобы определить, есть у пациента одно жизнеугрожающее состояние или несколько, и определить приоритетность оказания вот этой медицинской помощи. Существует в триаже три группы пациентов в зависимости от состояния, соответственно, которые делятся. Каждой группе пациента присваивается определенный цвет. Первый класс – это пациенты красного класса, это неотложные пациенты, которые нуждаются в оказании экстренной помощи в ближайшие минуты. Если помощь не будет им оказана, то здесь, соответственно, существует риск их гибели, он достаточно высок. Это пациенты, которые могут требовать реанимации, поэтому это такие пациенты, которые не могут ждать. Второй класс, он обозначается либо оранжевым, либо желтым цветом. Это пациенты, которые находятся в состоянии ложной стабильности. Соответственно, они требуют к себе тоже пристального внимания и оказания помощи им в течение максимум часа с того момента, как они обратились в клинику. И третий класс – это пациенты зеленого цвета. Это стабильные пациенты, которые могут повременить с визитом к врачу. Им помощь может быть оказана в течение 24 часов. То есть, если есть животные, которым оказать помощь приоритетнее, то такие пациенты в целом могут и подождать. Теперь, я думаю, стоит поговорить о том, что какие состояния неотложные существуют, да, как понять, что это именно оно. Вообще, всегда при скорой помощи оцениваются три жизненно важные системы организма. Это сердечно-сосудистая, дыхательная и нервная. Соответственно, к неотложным состояниям, да, относится достаточно большое количество состояний, что можно увидеть дома, да. Это может быть какая-то острая дышка, либо нарушение дыхания у животного. Это может быть нарушение функции сердечно-сосудистой системы. Это может быть какая-то острая боль. Например, если пациент, там, котик упал из окна, или это какая-то автотравма, и вы абсолютно уверены в том, что ваш питомец испытывает боль. Это может быть какое-то отсутствующее сознание, либо судороги у пациента. Это может быть история приема токсических веществ. То есть, если вы знаете, да, что ваш кот, например, поел какой-то ядовитый цветок, который там стоял у вас на окне, поэтому ему тоже нужно срочно оказать медицинскую помощь. Если в анамнезе есть укусы змей, например, у животного, это тоже не требует, не терпит, да, каких-то отлагательств с визитом к врачу. Соответственно, открытые раны, переломы, ожоги, кровотечения. Это все тоже является поводом для того, чтобы срочно обратиться в ветеринарный центр. Также у сук и у кошек затруднение родовой деятельности, которое называется дистоция, тоже является поводом для неотложного визита. У котов, если наблюдаются проблемы с мочей и спусканием, это тоже все относится к неотложным состояниям. Теперь, наверное, стоит уделить внимание тому, что же должны делать владельцы, если они подразумевают, что их животное находится в каком-то неотложном критическом состоянии. В такие моменты, да, я понимаю, что все владельцы считают своих питомцев членами своей семьи и переживают за них. Поэтому в такие моменты важно понимать, что при неотложных состояниях самый важный ресурс – это время. И чтобы, да, не потерять его, необходимо не поддаваться эмоциям и не паниковать, а собраться силами и постараться, да, оказать своему животному и сделать помощь какую-то и сделать для него все, что в ваших силах. Что же относится к тому, что вы можете сделать дома? Во-первых, необходимо постараться оценить вообще состояние своего животного по минимально необходимым, да, каким-то данным. Что можно оценить в домашних условиях? Первое, на что вы можете обратить внимание – это цвет слизистых оболочек. Оценить их достаточно просто. Нужно просто приподнять верхнюю губу, найти на десне, например, или на верхние губы участок кожи, постараться, соответственно, сделать так, чтобы он был не пигментированным, потому что у достаточно большого количества животных, да, там могут быть какие-то пятнышки окрашенные черного цвета, коричневого. Нужно найти слизистую оболочку, в норме она должна быть бледно-розового цвета. Если, соответственно, она какого-то синюшного оттенка или совсем-совсем бледная, это может говорить о том, что это же состояние у животного, жизнеугрожающее. Ещё в домашних условиях можно постараться оценить сознание. Понятное дело, да, что животное там живёт с вами уже, например, несколько лет, и вы прекрасно понимаете, как в целом оно себя дома ведёт, как оно реагирует на то, что вы там его зовёте, как-то проявляете к нему внимание, какие-то манипуляции, да. И если вы видите, что сознание животного как-то изменилось, если он на вас совсем не реагирует, лежит вялый, возможно, есть там какая-то дезориентация или даже есть судороги, соответственно, на это тоже нужно обратить внимание. Следующее, что можно оценить в домашних условиях, это температуру. Бывает, да, существует такой стереотип, что у животных можно определить температуру по тому, что нос у них, например, сухой и горячий. Нет, достоверно, исследованием термометрии является только измерение температуры ректально. Норма у животных составляет от 37,5 градусов до 39,5 градусов. Соответственно, да, если вы ректально измеряете температуру и видите, что у вашего животного есть повышение какое-то опасное либо понижение, это тоже повод для обращения в клинику. Ну и последнее, это дыхание. Здесь тоже оценить всё достаточно просто. Необходимо посмотреть, да, как в целом ваш питомец дышит. Не учащённое ли дыхание, не тяжёлое ли оно. Что, например, вы прям видите, что животное прилагает все усилия, все свои силы отдаёт на то, чтобы просто вдохнуть или выдохнуть. Конечно, это тоже такой пункт, который требует вашего внимания. Соответственно, после того, как вы оценили вот всё, что я сейчас перечислила, посмотрели, да, установили для себя, что вы увидели в этом, необходимо лучше всего позвонить в клинику и сообщить администратору или доктору, какие параметры вы оценили, что вы нашли, что обнаружили. Рассказать, соответственно, какого вида у вас животное, в чём состоит его проблема, рассказать про сознание, про дыхание. Может быть, какие-то ещё признаки, которые вас беспокоят, может быть, вздутие живота или какая-то острая рвота, кашель и прочие вещи, которые привлекли ваше внимание, нужно всё-всё обязательно назвать. Необходимо это сделать для того, чтобы и администратор, и доктор могли сориентироваться, что же случилось хотя бы приблизительно, чтобы в тот момент, пока вы будете ехать до клиники, персонал клиники мог максимально подготовить всё необходимое оборудование, которое может потребоваться в дальнейшем для оказания первой помощи. Это какой-то реанимационный набор, какие-то, может быть, препараты, постановка внутривенного катетера и прочие вещи, которые могут в итоге спасти жизнь вашему питомцу. Поэтому ни в коем случае не стоит пренебрегать звонком в клинику перед тем, как поехать туда, потому что ситуации в любом случае в жизни бывают разные. Бывает так, что вы, например, может быть, приезжаете, а клиника по каким-то причинам закрыта. Поэтому это очень важный пункт. И ещё, что хотелось бы мне, наверное, упомянуть в плане помощи медицинской дома оказания. Не стоит давать пациентам, своим питомцам, даже если очень хочется, и вы думаете, что вы как-то поможете. Если, например, там высокая температура, не стоит давать человеческие препараты, потому что в большинстве случаев они могут быть токсичны для животного, и вы можете только усугубить его состояние. Поэтому не нужно ничего делать, лучше обратиться в клинику, позвониться, ориентировать, что случилось, и тогда ехать уже туда, чтобы там оказали нормальную квалифицированную помощь. В завершение, наверное, нашего сегодняшнего разговора я бы хотела сказать о том, что своевременное обращение в клинику при каких-то неотложных состояниях увеличивает в разы шансы вашего животного на вообще спасение его жизни, на выздоровление. Поэтому если что-то беспокоит вас в состоянии вашего животного, не нужно думать о том, что может быть само пройдёт, или я там понаблюдаю, может быть будет лучше. Если что-то беспокоит или смущает, да, всегда лучше обратиться в клинику. У меня есть к вам небольшая просьба. В целом, наверное, это всё, что я хотела вам сегодня сказать. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите их, пожалуйста, в комментарии. Я увижу, прочитаю, и вам обязательно отвечу. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok